Мы можем изучать теоретические основы или то, что необходимо узнать туристу для того, чтобы он мог осуществлять культ поход, поход с культурой, за культурой, культурный. Чтобы он умел применять и научные знания, и физкультурное развитие, и душевное качество. Чтобы он не был таким однобоким, однообразным, убогим. Чтобы он был всесторонне, гармонично развитым. И его путешествия развивали бы его и мир. Ну тогда вот эта жизнь, которая порождает жизнь, гармония, которая порождает гармонию, ну тогда, собственно говоря, это реализация замысла Творца, который, собственно говоря, и сделал человека для этого. Чтобы он превратил землю в цветущий сад, а не в вонючий ад. Какие есть вопросы по нашей беседе предыдущей? Может, у кого-то осталось какое-то непонимание, он не понял что-то? Может, теоретически понял, а практически нет? Про шарики все поняли? Всем шариков хватает теперь? Или шарика не хватает еще? Ни у кого-нибудь. Ни у кого-нибудь хватает? Ни у кого-нибудь хватает? Ну, ладно. Деймоль, ну иди сюда. Все дороги ведут в Рим. В Риме. Ну вот смотрите. Вот у нас было нарисовано внизу там три шарика. Тело сначала, да? Причем тело разумное, разумное, да, появилось. И тело душевное, да? Чувственное тело стало. Как это проявляется? Как к этому приходит? Вот берется рука человека, да? Которая сделана там из всего-то. Вот она имеет, ну как глина, да? Комковатость внутри, правильно? Не мягкость, не вальяжность, да? Надо взять и это пожмакать, да? Погладить, потереть. То есть размять глину, чтобы в ней не было комков, правильно? Чтобы она стала как бы пенной, а не жгутиковой. Народные предметы будем уважать все-таки. Когда вот это будет сделано, да? Вот рука, ну или тело все равно жмакает, да? Тело начинает запоминать. Когда к нему прикасается один человек, да? Это одни прикосновения, одни ощущения от этих прикосновений, да? Когда прикасается другой человек, другие ощущения, правильно? И оно начинает теперь постепенно само запоминать. Уже туда не идет сигнал в библиотеку как бы. Оно и здесь уже вот умным становится. Почему? Ну оно чувствуется. Вот это прикоснулся Иванов, да? А вот это прикоснулся Петров. Это характерная для него музыка. Вот как характерна музыка композитора. Это ж трауса, это ж нитки, видите? Этот вот так вот массаж делает. А этот так, ну, тоже разминает, ну, так. С задней мыслью. Ну, вот когда ваша рука будет делать то, что она хочет, а вы над этим не будете задумываться, ну, значит, рука с рукой на своем языке разговаривает. Понятно? И не мешайте вашей руке общаться с рукой. Вот когда пообщается, потом они начинают общаться и на близком расстоянии, и дальше начинается. Вот это был порог прикосновения, касания, да? А дальше они начинают непорочно общаться, видите? И прикосновения уже на расстоянии появляются. А значит, движение не будет ограничивающим. Движение вот этой руки не будет ограничивать движение вот этой руки, что она не может туда или сюда. Будет проявляться уже. И тогда уже можно сказать, что когда прикосновение будет непорочным, то есть порога не будет вот этого, что обязательно надо коснуться. Ну, тогда вот, если на любом расстоянии прикосновение возможно, да? Тогда получается, что как бы мы будем близкие, да? Тело будет понимать, что к нему прикасается, да? Что оно необходимо, что оно не одиноко. Что его, ну, о нем думают, для него жизнь создают интересную, красивую. Ну, тогда вот и появляется, что мир, да? С любовью относится к телу. А тело, проявляя движение мира, да? В своем движении, с любовью относится к миру. Вот это получается взаимность. Которая проявляется в том, что здесь развитие, да? Получившееся уже, оно передается сюда, видите? И не надо сюда тащить руку, отсюда, сюда, чтобы здесь появилось развитие. Можно развивать вот тот мир, который здесь есть. И ты, получается, что вселение происходит туда, да? Света, несущего информацию, да? О движении, то есть это Бог с его словами, да? Он проявляется там, любовь проявляется там, свет проявляется там. И проявляется именно, движение начинает быть проявленным. Жизнь начинает быть проявленным. А какое расстояние отсюда до туда, роль-то не играет. Потому что это жизнь во времени, а не в пространстве. Вот так развитые цивилизации друг с другом и общаются. Понятно? Кто тут перед вами? Все дороги ведут в Рим. Вот Рима. Но надо, чтобы от нее были вот эти дорожки, хронометро, ниточки, связи, по которым передавалось бы движение от одного к другому. Вот это синтезное движение уже, да? Ну, как бы некое усредненное движение от разных воздействий. Тогда она может выбирать. Если одна ниточка там порвется, а сто не порвалось, ну, ничего не теряй. Полюби весь мир, чтобы ты не сидел на одном шланге. Если с ним что-то случится, ну, тебе нечего делать на этом свете. Почему? Ты энергию не обеспечен. Оттуда насос скачал. А другие нету. Поэтому установи вот сначала с одним научись быть близким на расстоянии. Потом с двумя, потом с тремя. Здесь вот так увеличивай число измерений или число струек света в себе. Чтобы у тебя появилась уже, ну, такая косичка. Ну, или световой ДНК, как хотите называйте. Если у тебя это еще приводится вот в резонансы, что ты понимаешь, как раскачивать, чтобы получить душевный резонанс, да, духовый резонанс, ну, тогда там начинает быть девятый вал эмоций, правильно? То есть жизнь становится яркой, сильно эмоционально проявленной. А поскольку жизнь человека, это жизнь его души, если она вечно живет, а тела там меняются, и разума тоже. Ну, значит, это вот развивается то, что его и будет. Или, если это взяли у кого-то там, кто душу дал, там, Бог или дьявол называется, уже вернется туда душа, которая передает жизнь накопленную, и тому, у кого это взяли, того разовьют. Понятно? Поэтому дьявола в переводе с итальянского возбужденный бык, он может успокоиться, ну, делая встречное колебание с резонансом в обратном знаке, и все. И погаснется там возбуждение, никакого разрыва не будет. Но так можно газить волны на море, там, цунами всякие. Это надо просто, чтобы ходили по берегу моря, двое, да, вот так вот. Они шли, вот там море, оттуда катит волна сюда, да, они шли, и след за ними, да, вот так, пульсационно отсюда, пуль, 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 и навстречу этому. И через некоторое время, время жизни человека, да, с любовью, проявленной с верой, с надеждой, бесконфликтно, ведь, оно приведет к тому, что вот этот вот сделанный излучатель, да, вот этот след, который встает, он будет давать миру света, этот свет умиротворит, да. Ну, а что там, тепло, светло, куда охота там бегать, лежи, загорай. Понятно, как делаются шарики? А почему, скажем, вот там, за забором в жизни, о которой люди живут, вот, как-то, все люди ищут, 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 и такие трудности. А тут, как раз, все, и все, да, легко как бы. Ну, потому что, чтобы засветиться, надо подойти к источнику света. Чтобы стать биорадиоактивным, надо, чтобы биорадиация откуда-то шла. Надо в святое место подойти, или к светящемуся человеку. И тогда ты начинаешь набирать, да, этот свет в себя, накапливать, а потом уходишь и несешь его в себе, тебе идет уже свет. Ну, как вот радиацию набирает, это вот такое качество. Поэтому надо сходить туда, где источник. И люди так и идут. С древности они идут в святые места. В местах, где вот как-то проявлен свет. И они это по притяжению их туда определяют, по измененному состоянию. Ой, какая благость там, там гость благо, совокупность добра, тепло и светло, и хорошо. А если, говорит, раньше пацан любой беспризорник, говорит, пойду в Крым, там тепло, там яблоки. Ну, теперь попробуй поедть, какой-то там благость. Поэтому надо, чтобы поехал вот такой товарищ, излучал, навел порядок, да, кристалл своим следом сделал. Вот тут постоял, сюда прошел. Вот это шарик, вот это связь, вот это шарик, вот это связь. Он ушел, кристалл остался. Но мир выкристаллизовывается. С помощью биокристаллических проявителей. Они становятся, ну как, сеточка, батут. Чуть что-то там хочет рухнуть, раз, покачался, все успокоили. И поэтому, когда люди, вот они неравнодушные к миру, они все-таки открываются для новых знаний, новых умений. Конечно, это страшно. Там из-за забора в чель подглядывать, вообще ничего не поймешь. Неважно, какой это будет процесс. Это все равно, что ты, знаете, в операционную там подкрался, смотришь в окошко, там, протаял дырочку. А потом, ой, там мужик ногу отрезал живому человеку. Не понимается. Почему? Ну почему не зайти, дверь открыта? Что за проблема-то? Взял на себе, хочешь, попробовал, хочешь, посидел и ушел, ничего не попробовал. У тебя есть свобода выбора, тебя никто не заставляет. Это ты сам решишь, когда тебе вот оттуда, из мира ожидания, да, и незнания, что делать. Перейти сюда, где уже учатся. Ну пусть неправильно сначала, но уже учатся, правильно? Может и правильно, может и неправильно. Это если это научная рекомендация, если это уже проверено. Если это много лет над этим работали огромные коллективы ученых, и пусть это даже сейчас и неизвестно еще широкому там читателю, сначала надо, чтобы появились те, которые своей жизнью, да, тем, что не изменились, тем, что не умеют и рисовать, и петь, и танцевать, и в науке заниматься, и гармоничные ребята, видите, они не люди, зазнавшись там какие-то, они обычные, говорить не умеют это, не умеют это, не умеют. Но когда вот вместе со светом, да, вдруг резко меняется их жизнь. И тогда появится понимание, что свет в жизни человек необходим. Не он. Видите? Избранные. Но они набираются света, потом идут туда, где они живут, где работают, где течет река, где мост железный, подсвечивают. А дальше кто по этому мосту идет, кто около этой реки сидит, кто эту воду пьет, этот свет начинает в себя вбирать. Это несущий свет. Они как бы накапливают его в себе, вот как радиацию. Но это биорадиация. Это энергия, которая легко усваивается, и в этой энергии легко жить очень. Потому что ты набираешь энергию от света. Ты движешься в поле, как конденсатор, как катушка, и заряжаешься. И разряжаешься. Если ты правильно двигаешься, ты заряжаешься. А не правильно заряжаешься. И ты по своему состоянию, ощущению уже понимаешь. Вот сюда правильно, с такой скоростью правильно. Оттуда нет. Почему? Теряюсь и устаю. А здесь не устаешь. Поэтому, какие есть вопросы к докладу? Есть вопросы к ремолю? То есть, есть практика, которая дает возможность получить каждый шарик. И только от вас зависит. Получите вы его. И откроется перед вами окно, которое было закрыто. И вы не видели того мира, не чувствовали, не понимали. Или не откроете, останетесь в мире меньших измерений. Это ваш выбор. То есть, ничего страшного нет. Просто есть одно такое... Кстати, время ручка. Одно такое правило, которое было записано на ступени пирамиды. На Зикурате, на ступенчатой пирамиде. Там было написано, тому, кто знает, что он может. И да сохранит Бог его любовь, иначе будь он проклят. Поэтому, чтобы дверцу кто-то открыл, и через нее могли многие пройти и спастись. Ну, это идея спасителя. Это идея всех религий. Есть невидимый мир, есть спаситель, который поддержит невидимый мир, проявляясь в нем, что у него Отец земной, небесный. И через него можно получить тот свет, который даст тебе возможность, став светом, переходить, возвращаться там. Ну, то, что описано в Библии, в Священном Писании или в Писании светом. Но не надо быть темным, религиозным фанатиком, который вот в такие рамочки забился, в них сидит. Это тоже не приведет ни к чему хорошему, потому что, ну, ты можешь делать то же, что делал прадед, может делать то же, что прапрадед, может там как угодно. Но мир меняется, он становится сложнее, если ты не успеваешь меняться и больше мира с ним получаешь, ты отстаешь все больше и больше, и катастрофа тебя все равно настигнет, потому что ты не понимаешь мира, не чувствуешь его. Все больше и больше. И не обладаешь способностью быть вот с ним в естественных отношениях, когда мир двигает тебя, ты двигаешь мир, ведь? То есть жизнь твоя дает жизнь миру, а жизнь мира дает жизнь тебе. Вы вместе с миром счастливы в этом случае, а вот если ты роботизируешься, кибернетизируешься, идешь путем научно-технического прогресса, применяешь только рамку дойти, душу уже удавил совсем, тело тоже дохло, или там наоборот, качок безмозглый. Но это, то есть надо иметь некие святыни, во что ты веришь, это поддерживать, но не стоять на месте, иметь еще и научное мышление, идти вперед, искать, если этого нет, самому сформировать, потому что может быть не придут, скрижали, не передаст никто, мало там какие проблемы. Если бы вот была такая возможность, что человечество говорит, вот возникли религии основные, на базе там скрижали, которые Моисей получил, заботясь о своем народе, вот что делать народу, чтобы выжить? Правила там, заповеди, постулаты. Ну хорошо, выжили. А дальше что? Так это выжили тогда, когда не было ядерного оружия. Правильно? У зеленых, например. А когда оно будет? Что тогда? Что выживете что-нибудь? Когда вам из-за карикатуры вон бомбят посольство и прекращают там покупать продукцию там. Демократия, рисуй что хочешь. Нет, нельзя рисовать пророка, видите? И сразу же жесточайший ответ. А это маленькая ошибка. Может одного, ну дурной там, не знает, что это нельзя. Ну и что? Поэтому нельзя допускать, чтобы люди оставались вот в таком, ну как бы примитивном мышлении, в примитивных представлениях, что только если вот кто-то один там сказал, и вот это надо делать. Вот не надо, понимаете? Это надо делать, но надо еще и самому быть соображающим, чтобы понимать, что надо делать в обстановке, в которой нет примера, нет подобия. Не описано в книжке этого. Если ситуация подобна, ты можешь что-то правило применить. А если ситуация уже бесподобна, ну не подобна там, тогда ты должен сам придумать. Это универсальный закон управления называется, когда культ просвет работы, несколько человек могут просветить большую массу, да? Они культурные, интеллигентные, знающие. И они сами рассказывают про то, что они знают, что им интересно. Через них идут картинки будущего, да? Они уже как бы приемник информации из будущего, они начинают проявлять. Но говорят, это не знание, это я вас развлекаю, я Жюль Верн, понимаете? Почему? Я хотел плавать, когда мальчик был, а меня папаша в кладовку запирал и по жопе бил. И я в кладовке придумал путешествие, я его пережил в кладовке, в виртуальной реальность, потому что меня заперли. А дальше эти путешествия, вот то, что шло, я начал записывать, и через некоторое время это начало появляться. Как будущее, проявленное здесь. Я просто раньше его проявил в описании, в карте маршрута для человечества. Поэтому надо, чтобы были те, которые вот, ну как бы они еще не недоточные, все понявшие, все писавшие ученые только потом это представляют. Тут появилась идея, запиши, зарисуй, пусть коряво, пусть неумело. Но с этого ты зацепишься, а дальше пойдешь совершенствоваться, там технику выставлять, там умения, чтобы у тебя было мастерски это делать. Ну, потом уже окажется, вот тебе корректор, твоя добросовестность, твоя порядочность в отношении с миром и в заботе о мире, как о себе. Ну, тогда ты начинаешь развиваться и одновременно вместе с тобой вперед двигается весь мир. Потому что появляется мир, в котором ты развитый, а мир, в котором ты не развитый, исчезай. То есть ты изменяешь целый мир, хоть маленькая единичка появилась, это не важно. Потому что может качество появиться в тебе, которого нигде не было. Вот здесь и начало вселенной. Но это не должно быть там сознавательством, еще чем-то. Надо просто уважать Творца, что он трудился, трудился, сделал творение. Оно не идет к Творцу, чтобы ему больше не беспокоиться. Чтобы у Творца была мечта, чтобы творение стало самостоятельно развивающимся. Само могло понимать, чувствовать, обладать, идти в новое измерение. Чтобы оно решило задачу выравнивания ипостасности тела души и разума. Получило свободу воли в результате. А дальше может менять свое тело. Потому что одно тело густотное, другое тело пустотное, третье густо пустотное и так далее. То есть можно там всякие фантомы, двойники, еще что-нибудь. То есть проявляется как духовая система. Уже у тебя не одно тело, у тебя есть душа, а есть тело души. Вот у тебя душа может гулять, имея свое тело. Какие есть вопросы, пожалуйста. Как правильно надо работать над собой, чтобы получить результат? Надо работать над собой, чтобы теперь был результат очевиден. Очевидный результат это когда ты увидишь очами перед собой. Если ты хочешь измениться, надо видеть как ты изменяешься. Насколько ты изменился и в какую сторону. Поставь перед собой другого человека, чтобы твое развитие в нем проявлялось. Договоритесь, доверяем друг другу и давай сделаем так. Я буду задавать движение как оператор, а ты будешь стараться его проявить. Пусть оно сначала маленькое будет, но я буду видеть как я его задаю. Я пока еще не умелый, плохой оператор. У меня как бы еще может только по прямой я двигаться могу. А вот сложное движение, оно появится потом, когда я буду двигаться не всем своим корявым телом, а буду двигаться кончиками пальцев. Этого движения гармоничного хватит, чтобы твое тело стало двигаться гармонично. Я уменьшу воздействие, не всем телом буду двигаться, а рукой. И в результате у меня останется еще ресурс, который я уже могу кинуть на композиционность. Что дальше, какое движение, куда это переводить. То есть я буду уже музыку слушать от начала до конца. Я знаю 4 минуты 57 секунд, сейчас находится 27 секунд до конца. Он идет здесь. А как только кончится музыка, он должен прийти и встать вот сюда. А этот вот сюда, а этот вот сюда, а этот вот сюда. И все пятеро в линию, вот в такой последовательности. Ну и тогда можно уже получить жизнь, которая является непрерывно перетекающей одно событие в другое. Ведь они значимые. Будущие для настоящего, для прошлого, потом они меняются, но они все время слитно связаны. А для того, чтобы этому научиться, надо учиться у мира. Чтобы у него учиться, надо получить качество вот этой трансферности или попадание в тебя света, чтобы ты определял, где света не хватает, какую информацию он несет. Ты проявлял это в своей жизни. А это делается тренировкой. Вместе, вдвоем. Для того, чтобы сразу отработать передачу жизни, а не только получение в себе изменений. Ну тогда получается индивидуальная, двойственная система развития. А двое в степени, первое во второе, это уже не линия, где единичка, линия. В любой степени. Один в любой степени всегда один. А вот когда двое в степени два, уже четыре. В степени три, уже восемь. Система развития, которая вам предлагается, как вот туристам, чтобы вы могли научиться ориентироваться в пространстве, во времени, в реальности ориентироваться, в работе, которой вы занимаетесь, ориентироваться, что в ней есть нового, какие достижения, что будет в ближайшее время открыто, чтобы вы были на переднем крае, как говорится, а не плелись в хвосте. Но для этого надо научиться ориентироваться, чтобы вы научились чувствовать, куда тянет, где надо быть своевременно, где то место, где преобразование тебя пройдет наиболее полно, закончено, цельно. И то, что необходимо сейчас миру и тебе. Ну вот надо получить качество естественных отношений с миром и с людьми, убрав свои примитивные понятия добра и зла, которые для безмозглого, не умеющего думать, кибернетического организма с простейшей программой движения. Вот надо уйти от роботизации себя. Я решил, позвонил, завтра в 11 мы встречаемся с Петей перед кинотеатром. Ты проснулся, и тебе как-то не хочется туда идти. Не ходи. Но я же культурный человек, я же обещал, вот культура не в том, что делать, что обещал, а в том, чтобы твое состояние не было такое, что ты злой. От того, что ты должен прийти, пришел и Петю обгавкал. Лучше не приходи, и пусть он поймет, что значит, что-то было более важное, чем по сравнению с как наметили вчера будущее, еще мир там сыграл. Такую-то роль. Чтобы у тебя была вот эта перестроечная характеристика гибкая, потому что, возможно, ты сейчас стал нужен в другом месте, очень нужен. Там уже много собралось. А ты свой кирпичик. А это пирамида, и там за заборчик надо заглянуть. А каждый, неважно, это самые верхние кирпичики или нижние, они равнозначные все. Надо, чтобы вот такая сеть собралась. Вот такой численности, вот такой решабельности. Потому что это сетевой разум. Да, твоя голова вообще ничего не решает. Он говорит, я ничего не думаю, вообще ни про что не думаю. А зачем тебе думать, когда ты движешься по площадке, не думомши? Думает вот этот сетевой разум, из вот этих голов сделанный. А тебе решение дается, и ты уже поведение определяешься видением. Ты избавился от вот этой необходимости ставить задачу, путь решения, потом ответ оказался уже поздно. То есть надо научиться быть своевременно на своем месте, или развить себе чувство пути, которое развивается, когда ты развиваешься матрично. Вот эта матрица, другое чувство пути. По поверхности. Вот эта матрица, трехмерное чувство пути. Вот эта матрица, оттуда, оттуда. Это матрица движения с этого света на тот свет, с того света на этот свет. Когда разные источники света появляются в пространстве. Это уже матрица звездных путешественников называется. Странник. У нас скоро будет целых 7 лет уже кому-то. Даже не знаю, как-то там. Это торжественная события. Так надо как-то... Ну вот. Какие есть вопросы? Вам понятно, что надо делать? Значит, смотрите. Вот когда вы фантазируете, да? Вы представьте вот в своей фантазии что-то, да? Что как бы это. Вот лень, это такая плюшка, как соплянка большая, прилипла к вам. Она невидимая. Но в ней время медленно. Тюк-тюк-тюк-тюк. И вы так дерг-дерг. А вам не хочется, да? Дергаться. Вам хочется медленнее жить, медленнее думать. У вас замедление произошло. Поэтому, если вы ленитесь, например, возьмите лениво, не торопясь. Придите в гости к тому, кто... Дур-дур-дур-дур-дур. И так раз. И прилепите ему кусок этого. И он станет медленнее, а вы побыстрее. И с одинаковой скоростью вы свалите оттуда. Понимаете? Надо делиться своими вот наработками. А вы поживите вместе, не торопясь, походите. Возьмите за руку вот так вот. Один так дерг-дерг-дерг-дерг. Другой так. Тогда получится. Вы посмотрите, смоделируйте это. Знаете? Вот как выходит человек с собакой прогуливать ее. Да? А собака такая... И там, и тут, и тут, везде же. Ну... А этот за ним так вот. Носится. А вот того, вся грудь в медалях, чемпион, он главный. Он за собой хозяин таскает. Понятно, да? А с другой стороны с бульвара выходит, говорит... Гуляй, Вася. Ну, этот говорит... Слушай, говорит... Ну, давай стравим наших, а посмотрим, кто сильнее, кто там лучше. Гуляй. Мой сегодня еще не завтракал, старина. Давай, стравим, заодно и мой позавтракает. Ну, как хочешь. Давай, гуляй, Вася. Вот и позавтракали. Гуляй, Вася. Ты медальку подними, вон покатилась. Сам поносишь. Гуляй, Вася. Мого чемпиончика, марафончика, хопа и нету. Слушай, что это у тебя за порода такая, чтобы моего вот так, хопа и нету. Да пока хвост не обрезали, крокодилом называли. Гуляй, Вася. Поэтому надо знать, какой был начальный объект. То можно и перепутать. То есть надо знать, что было в начале, какие условия начала были, что было на земле, родилась она в результате взрыва или еще чего-то там, как дальше все происходило, как появлялась жизнь, зарождалась, что было поддерживающими эти процессы, что замедляющими, мешающими. И так постепенно разбираться в процессе сотворения мира. Поэтому вот первое сотворение мы за первый день сделали, да? Ну, это землю и небо сделали. А за второй день что надо делать? Ну, вторник, да? Второй день. Среды надо делать в среду, правильно? Ну, четверг все знают рыбный, да? Ну, что надо делать во второй день? Между первым днем и вторым днем что-то должно быть, правильно? Иначе не отличишь, где первый, где второй. Должна быть граница, да? Разница должна быть. Значит, тогда должна быть ночь. Значит, если в первый день что-то сделали, то после этого идет понятие для женщин, очень важное, первой ночи. Вот скажите, где с точки зрения женщины лучше всего выходить замуж? в Норильске. Почему? А там ночь полгода не прервет. А вот что творец сделал в первую ночь? Наверное, ничто не делал, да? Отдыхал. А сон как же? Что такое сон? Что такое сонная реальность? Что такое один человек ходит вот так, говорит, ты что спишь? А? Что? Да нет, не сплю. Индей с чуткой в ухо. Индей с чуткой в ухо. А? Что? Меня что ли? А? Хорошо тебя вижу. Поэтому, что надо делать в первую ночь? Надо переключиться. Что значит переключиться? Значит, днем твое тело бегает по миру, да? А мир как бы неподвижно стоит со своими там полями и всем остальным. Да? А вот ночью твое тело лежит, а мир бегает. Видите? То есть ты тут, как конденсатор, двигаешься туда-сюда в изменение полей мира, потому что солнышко то нагреет, то остынет сюда. А вот луна, она как бы не греет, она, говорит, тянет вверх. Ну, приливы, отливы, да? Ну, вот значит, если ты сотворил что-то, да, что может обладать густотностью и пустотностью, то притягательность, да, надо осваивать тогда, когда есть притягательность луны и вода поднимается. Это же водяной, правильно? И надо освоить вальяжный, медленный, плавный, бавный процесс, по-болгарски называется. И тогда ты, говоришь, вот днем-то некогда, на работе, туда-сюда бегать, делать целую кучу, а вот и еще прямое давление солнечных лучей. Это этот свет. А тот свет, это свет солнца доходит до луны, и от луны, отражаясь, это уже только отраженный свет от луны, поляризованный свет. Другой свет, один из трех составляющих. Это свет Отец, который отражается. Свет, который идет, это Бог. Это Бог Отец, прошел, преломил, сушил другую струму. Сын, который накопился, Бог Святой Дух. Запаси. Поэтому ночью надо куда-нибудь пойти в путешествие. Например, на луну. Хотите? На луну. Ну вот одного шамана южноафриканского развитые американцы решили, так сказать, порадовать. Привезли ему видеозапись высадки американцев на луну. Он посмотрел и говорит, ух, смотри, какая сила, какое огненное дерево там летит, а в нем человек сидит. Печаляет, говорит, только вот я не пойму, зачем это все, чтобы полететь на луну. Я там три раза был без всего этого. И он правильно пишет, и правильно нарисует, если умеет рисовать, лунную поверхность с кратерами, с пылью, с камнями, один к одному, как ее увидят на луне. Он нарисует то, что видел. Понимаете? Не понимаете? Терминаторная живопись есть? Есть? Спасибо. Терминаторная живопись, терминатор это вот граница светотени. Терминаторная живопись, это живопись, отображение будущего в настоящем, чтобы знать, что будет в будущем. Ну, чтобы знать, что будет в будущем, ну, надо вот в будущем, конечно, высадиться на луну, лучше бы заранее знать, что там такое. На всякий случай. И нарисовать это. Вот, пожалуйста, вам картина, нарисованная тем, кто был на луне. Можете посмотреть. Вот водолаз. Видишь, сколько пыль? Вижу, вижу. А называется море. Спокойствие. Видите картинку? Хочешь получить информацию? Зачем тебе тащить телестудию? Пусть телекамера туда летит, а телестудия пусть остается на земле. Видите, где уж здесь? Да, очень спокойно. Знакомо? Что это такое? Расскажите нам. Лунная поверхность? Да. А кто это нарисовал? Я. Вы нарисовали? Так вы на луне побывали? Да. А где в списке космонавтов ваше славное имя? Это астронавты космического агентства НАША. Не НАСА. А НАША, Милена, еще и не туда летануло. И самое главное, да пусть, говорит, придумала. А если у вас одинаковые фотографии и рисунок, ну, ну, кто придумал? Фотоаппарат, ему тоже надо направить куда надо, а то можно так вот и будет щелкать, говорит, о поверхность луны, а это оказывается не полуна и не поверхность. Надо же сориентироваться еще. То есть надо научиться сориентироваться, правильно? Надо научиться преодолевать препятствия, препятствиям расстояния до луны, безвоздушное пространство. Оно для чего может быть? Ну, для того, кто дышит воздухом. Тело, например, да? Тело дышит воздухом, а тело души дышит воздухом. Так, а что тогда не применить ту штуку, которой не надо вот это? Я намекнул? Дальше вы понимаете? Что дает возможность матричное развитие? И понятно, почему это так. Видите? А дальше, если понятно, знание, есть возможность умения, то есть применение. Можно этому научиться. А как учиться? Как попасть на луну, например? Это же ракета тоже там надо корректировать, чтобы она в луну попала. Вот берешь луноход. вот один период в своей жизни я был директором космической выставки СССР. И в моем распоряжении были всякие там ракеты, и луноход был в том числе. И мы на этом луноходе в космическом скафандре ездили за пивом, чтобы без очереди нам дали. Ну, это тогда, когда ларьков было мало, а очереди большие. И вы знаете, вот уважительно люди относятся космонавтом, луноходом. Поскольку там надо было подремонтировать все перед выездом в Японию, это была выставка в находке. Вот я намучился с этим луноходом. Но вот полигон лунный, имитирующий лунную поверхность, он был создан Евпатории, в районе Сен-За-Дальней космической связи. Вот там те, которые водят луноход с помощью, сидят у экрана, до них идет сигнал 10 минут с задержкой, а эта штука едет. И тебе надо заранее, да, вот там вот надо, чтобы повернулся луноход. А у тебя-то колечко такое дыма, пока оно долетит вот туда, пока опустится на него, зацепит его и повернет, так тебе надо заранее его выпустить. За 20 минут до того момента, когда он туда подъедет. Понятно? Поэтому, конечно же, первые камеры низехонько стояли, плохо видно поверхность, там все надо было поднять. В общем, там была целая большая куча проблем всяких, связанных с управлением, движением, на расстоянии. Объект типа кукла называется. Простейшее передвижение по поверхности, не наедь на камень, а наехал переедь хотя бы одним боком. Почему? Камень увидел, успей среагировать, среагировать заранее, предвить. Имея виртуальную реальность, впереди, показывай дорогу, вон до туда, ровненько, едет. А дальше, дальше это автоматически все делаем. Поэтому, если космический аппарат Буран садится летчик-осмонавт Волк и начинает пилотировать его, осуществляя посадку под управлением человека, дальше уже вычислительная машина записывает все его движения, потом его можно оттуда вынуть, и аппарат сядет в автоматическом режиме. управляемый виртуальным космонавтом. Зачем подвергать опасности, когда испытываешь первый прототип? Ну, так вот и было. Понятно? Сначала делается имитационная реальность, в ней ты отрабатываешь процедуру, дальше уходишь из этой реальности, процедура остается. Остается пространственно-временной оператор, который ты остался ты ушел и ты остался. Хоть ты неслышимый, хоть ты неслышимый, а это и не нужно. От тебя требуется другая функция. Задача движения, то есть жизни. Ты от духа творяешь движение тела. То есть ты тот дух, который творит движение тела. Вдох новенье, новый вдох и твой дух в объекте он начинает двигать. Понятно? Что такое духотонная экспедиция? Потому что эксперту, который на площадке, ему все равно где быть, но лучше быть там, где тепло и светло. Если этого требует его тело, как условие. Если у него пока еще не другой белок. Поэтому духом он может перемещаться. А тело будет перемещаться здесь, задавая движение духу там. А как узнать там или не там? Да поставь заднего экрана и спроецируй на него лунную поверхность. Какая разница, где тебе сидеть? На луне и проявлять то, что перед тобой или в зале они же одинаковые. Это же реальность пересекающаяся. Ты же в одном месте находишься. Почему? У тебя карта маршрута и маршрут наложились друг на другу. Все. Виртуальная реальность стала реальной виртуальной. Я вью то, что в 100 километрах перед самолетом и у тебя на экране дисплея гора, потому что радар туда быстренько послал лучи, они вернулись и отобразили тебе будущее. Куда ты летишь со скоростью 300 километров в час и говорят вон гора уже. Если ты сейчас ручку на себя не потянешь, самолет пока подымется, вот тогда он перелетит. А вот когда ты ее увидишь глазами, у тебя скорость слишком большая, чтобы он успел подняться. Вот гора на экране называется виртуальная реальность, а мир в окошке называется реальная виртуальность. Вот умение их наложить и действовать, зная, что будет в будущем. В настоящем ты действуешь, зная, какое будет будущее, но это значит, ты знаешь будущее. Потому что ты действуешь, исходя из того, что будет. Но значит, ты уже побывал в будущем и маршрутик знаешь. И здесь его просто реализуешь. это понятно, нет? Вот вы вчера смотрели кино. Вот ходят там в центре дальней космической связи, где большие антенны, где пульты управления. Вот ходят там ребята, девчонки. Что в этом такого, а? Скажите, а вот в Байконуре там же тоже ходят ребята, девчонки, правильно? Зайдут, залезут в какую-то штуку, и она их потянет по траектории, потому что они сами по ней двигаться не могут, а только в этой бочке. а если этот уже вот так вот антенной вот направленного действия излучается, эта дорожка уже есть, только под ней вот тело не потянет ветерок, а дух потянет. Зайти, поболтайся, включится, и пойдет объект туда, куда смотрит эта антенна, излучатель, и появится способность движения по хронотуннелям, которые созданы техническими средствами излучений. Я понятно объясняю, как это делается? Ну, а потом можно использовать еще, естественно, отношения между объектами, поскольку между ними тоже есть, не разлетаться никуда попадя, знаешь, какие-то связи есть, но можно эти связи использовать. Все-таки Луна не на канатах привязана, правильно? Вроде и не падает, и не улетает, но значит, какая-то связь есть. А кому надо вот это вот? Вот космонавтам, которые полетят на Марс, им надо быть сильными духом, и чтобы их дух имел опыт поведения на Марсе, в марсианских условиях, чтобы он имел разумность, понятийность, накопленная как опыт движения жизни в том мире. Хорошо бы, правда? Потренироваться. И дальше у тебя уже автоматические реакции. Я знаю, что за той горой. Туда не надо, надо туда. Я тут уже как-то вроде бы побывал. Какой-то дежавю. но вот это как раз и есть. Две реальности на один экран. Один уже прошел этот маршрут, а у тебя навигатор. Здесь налево, здесь направо, здесь остановись, подожди. О, видишь, упало. Теперь иди. Почему? Следующий упадет через 3 секунды. Почему? Меня там трижды придавило, пока я определил цикл минимального изменения. Поэтому технократическое развитие, оно заключается в создании условий выживания и перемещения объекта в этих условиях, привычных условиях. Давление, температура, может быть, невесомость, но начнет вымываться там кальций в костях, будут ломаться ручки, ножки. Так у стареньких людей тоже вымываются, чуть упали, себе сломали, никому не будет. Но надо какие-то вакуумные костюмы чибис, чтобы они так напрягали все время, чтобы мышцы напрягались, кости подвергались усилиям. Как бы гравитация искусственная должна быть. То есть в зависимости от того, какие цели вы ставите, ну, например, не хотите вы тренироваться на центрифугах, ну, сходите в центр подготовки космонавтов, так, пройдитесь, в зале, где центрифуга стоит. Себе сделайте, что это интересно, чтобы вы засияли, и в этой центрифуге появился свет. А дальше в ней будут тренироваться космонавты, свет пройдет через них, появится в них дух, который имеет опыт хождения по другим планетам. Почему? Да вы уже все планеты солнечной системы освоить. Не с точки зрения кому-то что-то доказывать, просто с точки зрения интересности. Вам это интересно. А какая разница, вы в ментальном, в мыслительном мире, от духотворенного мышления путешествуете, так и вселенная создана духотворенным мышлением, а не телом, которое кидает лопаты землю. вот этот процесс задавал процедуру созидания, но вы освоите этот процесс, чтобы у вас это было. А дальше вы задаваете некий результативный, последовательный трек. Как-то жить все равно надо. Поэтому придумайте, как надо жить, и все. И поживите, потом убедите, что так не надо. И порадуйтесь. Знаешь, как бы фигню придумал. Поэтому если у вас не развивается научная фантазия, если вы не используете опыт прошлого, как науку бытия, науку жизни, науку действий, науку опыта других, но вы теряете ту часть, которая может дать вам возможность быть счастливым. Потому что да, на Северном полюсе может получиться, что надо делать срочно операцию удаление аппендикса, а нет у хирурга и нет у врача, который умеет это делать. А аппендицит у вас в збу косточек наелись вишни, не тот, кто покупали замороженную вишню, с косточками и лотами. И что? Как вам вырезать себе аппендицит? Как вам стать сразу и пациентом хирурга и хирургом? Очень просто. Вселите в себе дух хирурга, который умеет это делать и делайте. Как эксперт, который живет жизнью оператора. Придумайтесь оператора, представьте, что он умелый, свято в это верьте, чтобы он светил, чтобы вы его видели, какой он весь из себя немец, ругается по-немецки. А дальше берете и ваше тело будет делать то, что надо, поскольку его дух будет работать. Вы вселили его дух, вы спроецировали его опыт на себя, на свою матрицу, потому что вы имеете возможность перепроецировать и вы будете ругаться по-немецки, схаваться, какой-то химах, ферштензи какой-нибудь резать себе, и вам не будет больно, потому что больно другому, вот тому пеньку, на которого боль выраживаете. Но это операторная работа. Куда пересадить жизнь, с какими составляющими. Это применяется в истории человечества испокон веков. Вам в Африке сейчас тетенька не переменеет, рожать не может, вам африканский колдун наденет маску, намажет ее своими составляющими трав, камней и прочее, потом сделает вид, что он убивает ее, разрежет на части как бы, эти куски уберет, потом то, что на ней было, закопает под дерево, наложит белое покрывало и положит, представляешь, он это делает, вот так вот, все куски на место. и она проснется заново рожденной, без всяких, что у нее было валять. Это понятно, что это делают люди, давно делают. если в случае чего вам вдруг понадобится вот такое умение делать, так вам надо просто умение стать тем, кто так умеет делать. Вот и все. Это есть ленивость не самому изобретать велосипед, а самому процесс изобретения себе в голову запустить, чтобы у тебя ум стал изобретательный, чтобы он умел находить базы знаний, где информация хранится, те объемы знаний патентных, которые необходимы, чтобы сделать. Это мы все придумаем, ребята, но когда мы это придумаем, мы можем это практически все освоить. Потому что турист всегда турист, сначала он всегда идет и не в ту сторону, и при этом хромает. Ничего страшного в этом, на всякий случай можно пойти в Индию не в ту сторону, правильно? Зато Америку откроют. Вы что думаете, что Колумб не знал, что там Америка, что ли? Вы ломите карты Адмирала Пили, на которых Антарктида Бесснежного Покрова показана. Видите, карты это спутниковые фотографии. А он такими картами пользовался. Если для кого-то что-то неизвестно, что там за стенкой, у него не хватает способности перемещения, то есть способности жить. У него порох есть, препятствия есть. Он не умеет непорочно здесь исчезать, а там появляться. Ну, как нуль транспортировать. янкова, что ты качаешься, тебе что, мучит сон про врачей, которые ты смотрела? вот вот сон про врачей смотрел? да. Поэтому путешествовать можно и в сонную реальность. Понятно? что надо уметь идти к цели, которую ты поставил, используя возможности различных реальностей. Если в яве здесь есть препятствие, пройти трудно, уходи в сонную реальность, там этого препятствия нет. Есть сонная реальность, препятствие, уходи в за зеркальную реальность, там препятствие, уходи в ментальную реальность, там препятствие, придумай, что препятствия нету, все, иди. Поэтому когда вы научитесь ходить из одной реальности в другую, у вас такая возможность есть, ничего особенно делать не надо, вы будете понимать, что если вы не успеваете с процессом в яве, вы уже научившись засыпать, будете во сне в сонной реальности засыпать еще раз, в другой уровень уходить, тогда процесс, который тут у вас остановится, потому что вы ушли в это измерение, а здесь у вас вот столько времени есть, чтобы преобразование провести, а потом точно оно сразу появится у вас в яве, и таким образом у вас не будет инфаркта, потому что не будет перекачки давления, я понятно объясню, нет? Но мы фантазеры же, правильно? Я же вас веселю, а не учу, не дьму. Почему? Захотите научиться, это уже другое дело. какие есть вопросы, пожалуйста? Есть какие-нибудь вопросы, или все, все, что я рассказываю непонятно, и дальше нет смысла ничего слушать. переселяйся в свой страх, представь, что он маленького роста, зеленого цвета, с квадратной жопой, дай ему под жопу и пусть летит. Он когда представил, что он улетел за бугор, у тебя страх не будет. А дальше что? А дальше взял и сделал, чего хотел. И страшно. Потом посмотрел, вот какая херня получилась. Тогда говоришь, назад. Исправляют это все. Без тебя у меня не получилось. И смотришь, как он своими маленькими, но мускулистыми руками там все поправил. Разделите себя умелого и неумелого. Боящегося и не боящегося. Умного и глупого. Разделите, перенесите на объект, который перед вами очевиден. Научитесь, чтобы ваша жизнь в нем проявлялась. А дальше вы можете открывать глаза, закрывать глаза. Что вы представите, это и будет происходить. не опаздывайте с овладением психической энергией. Иначе вы попадете в такие зависимости, которые покажут, что у вас разума вообще нет. Раз это Ра, Бог, Солнце, Свет. За это три, проявленные в трех измерениях пространства. А ум это универсальное моделирование. Научитесь универсального моделирования с помощью Света в своей голове. И когда вы свято верите в то, что вот этот процесс вот он и есть будущее, в будущем вот этот процесс и пройдет. Обязательно, потому что никто другой план будущего не рисует. Ну вот здорово я напридумал, правда? Ну так вот, видите? Но, понимаете, ведь люди в основном страдают из-за того, что они имеют собственный редактор. Они сами боятся. Сами. Не оттого, что мир. И они уже пытались быть открытыми, наплевали в душу, растоптали сапогами, там назвали, что ты там баночка с говном там или еще как-то красиво. Но редактор, человек делает сам. Понимаете? Он сам придумывает. Я не пойму. И он не поймет. Я не верю, не хочу верить. И он не будет верить. Почему? У него рабская психология. Потому что он все время доказывает. Доказывает себе, доказывает окружающим, доказывает папе, доказывает учитель, что он не верблюд. Он пытается доказать то, что доказать невозможно. Потому что это ложь. Все время ложь. Если он докажет, что я хороший, завтра он будет плохой. Почему? Потому что бетонная плита раздавит. И он не поможет старушке перейти улицу. Понимаете? И вот чтобы избавиться от рабской психологии, от психологии вечного, а что скажут, а что подумают, что про меня напишут, вам надо свято верить в то, что если кто-то где-то про вас что-то плохо сказал, это не про вас. Это его страхи материализовались, это в нем беда. по Фрейду. Его в детстве пытался деверь изнасиловать. Поэтому он на всех говорит, что они насильники. Потому что он боится. У него проявляется вот этот опыт прошлого, в будущем. И вы понимаете, так и говорите. Вот сейчас тебе первый раз, но качественно сделают это. Понял? Чтобы ты не боялся, получал удовольствие. И когда он уже согласился, скажет, нет, теперь ты сам это делай. Вот тут он здорово разочарует. И у него появится понимание того, что лучше, чтобы он это заранее представил, что так может случиться, не натянул на себя беду, а стал опытным и не шел ночью по пустырю, думая, что не изнасилует. Не с моим счастьем, Люська, я только вот, это только две недели как в общагу приехал, и уже три раза изнасиловал на пустыре. А я уже пятый год живой, не разум. Поэтому человек скрывает, что он хочет, он лжет самому себе, лжет близкому, лжет Богу, но нельзя жить во лжи, понимаете? Надо научиться открывать глаза и внимательно замечать, что в мире происходит, что в человеке происходит, снаружи, внутри, в прошлом, в будущем, и если есть возможность, чтобы там что-то поправилось, поправьте это и не претендуйте на то, что вы спаситель, что вы великий целитель, зачем? Это и так происходит автоматически. Вы живите просто по-человечески, относитесь к нему с любовью, и этого достаточно, чтобы не ковыряться у него в кишках, и так там все само слепится как надо. Какие вы все-таки одинаковые? Какие есть еще вопросы, ребята? Ну давайте придумаем вот себе какую-то модель, что вы все благородного происхождения, что ваши роды во благо, они несут буквы цивилизационных отношений, качества, которые нужны цивилизациям. Это коммертонированная система, надо вычистить ее, чтобы она звучала чистый звук, чистый запах, чистый вкус, чтобы это чистая была система, чисто плотная, плотная и чистая, чтобы порядочная была, чтобы вот эти качества человечности реально начали проявляться в вашей жизни, в ваших отношениях, чтобы вы не боялись того, что вдруг не получится, но не получится у вас, по вам пройдут другие, и повыше вот на этом бугорке даже видать будет. Ну что, ну трудно быть лидером, ну взяли, догнали хвост, вот и кольцо, в нем все лидеры. Зациклите, через некоторое время кому-то станет, надоест, он оторвется, и он станет лидером. Понятно? Поэтому процессы циклические, они как бы вот и есть ваша состоятельность. У вас последовательное состояние, ну например, куколка, гусеница, бабочка. Вот в этот период вы спите, лежать все время хочется, не хотите никого слушать, никаких внешних воздействий, ну их нафиг. Внутри идет сверхбыстрое преобразование. Кровь чистит, сверх кровь, убивает всех микробов, всяких там, ну которые там поразиты. А потом вы прознулись от вот этого лета рогического сна и по-быстрому начали жевать, 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 догонять, куда вы могли идти, если бы вот вам нужны новые встречи, новые знания, новые общения, новые книги там, и вы все жуете, жуете там, все телевизионные программы, всю рекламу наизусть выучили уже, про все прогладки знаете же. А потом у вас будет состояние бабочки. Вы легко, полетно, красиво, отображая на своих крылышках невидимый мир полевого распределения, будете лететь туда, где нектар вкусненький, хоботочками сосетесь, не переедая, иначе не взлетите, и полетите туда, где окончите свою жизнь, за один день, бабочка однодневка, отложив яйца куда-нибудь в сторону, до хороших времен. Ну вот у вас все время такие состояния должны быть, а вы все, в состоянии куколки, вы все там пытаетесь, что-то хапать, вы не гусеница в это время, вы не можете подтягивать ножки прямо к голове, не наступая вот там, где вот посредине дерьмо. У вас есть еще вот эта триединая система состояний, так называемая, это состояние срединных звездок базового созвездия, энергетика которого лежит в вашем теле, в вашей жизни, в ваших планетарных отношениях. Ну там буква W, пять звездочек. Созвездие достаточно молодое, пульсация очень сильная, поэтому вас и кидает сильно, поэтому вам трудно нультранспортировку делать, потому что вы можете, придут, что вы вот здесь вот распакуетесь, а у вас болтануло в это время мир, пока вы там перемещались, и в стенке раскрылись, и стенка взорвалась, и вы взорвали. Ну вот кроме вот бабочки, гусеницы и куколки есть два состояния, состояние муравья и состояние паука, крайнее состояние. И поэтому, если вы соберетесь, сконцентрируетесь, уберете весь мусор, вселожные связи, вселожная зависимость, необходимость, надо этому позвонить, надо туда пойти. Нет, вы сосредоточитесь на том, что сначала вы превратите себя в хрустальную вазу, а потом ее понесете к людям. Убрать все дерьмо, и вот максимально, что могу, вот этот период, пока могу, а потом снова пойду чистить. Потому что я уже наберу из мира целую кучу дерьма на фильтр, надо будет встряхиваться. И я поеду на Пагаму, на велосипеде, одолжу другу, скажу верну. А сам оставлю на Пагамах, ему придется за ним ехать. Вот так я помогу другу попасть на Пагаму. На водном велосипеде. Какие есть вопросы? Может, у вас есть вопросы? Не дай бог они есть у вас. Да, мы зримые просто тут стояли и миловались. Да, там шариков много, сто восемь штук. Ну вот, подкают шарик, есть вот упражнение, которое надо сделать, чтобы это начало в тебе проявляться. И оно проявится. Потому что видите, чтобы понять, как устроен телевизор, вот начинку телевизора, ну это там надо разбираться в электротехнике, там какой-нибудь, в кибернетике, в электронике, еще в чем-то. Чтобы смотреть телевизор, не надо в этом разбираться, надо вот на эту кнопочку, где вот, он, а там вот офф. Или в клуб? В и клуб. Вот. Вот это надо знать. А вот что там внутри, зачем это знать? Не надо лишних знаний, понимаете? Вам не хватает вашей памяти, чтобы вместить те знания, которые необходимы в этой ситуации. Вы из предыдущей тащите целую кучу ржавых каких-то знаний, которые не дают возможности вам полностью описать законченный процесс и понять, как его получить. Как получить целостную, законченную событийность и перейти к следующей событийности. Следующей, как генерация идей под цепочку событий, как организация делается событием, как она наполняется творческой продукцией, там, словами, музыкой, еще что-то. Как исполняется продукция певцом, музыкантом. Вам надо научиться стать человеком-праздником, который умеет и это, и это, и это, и это. И научиться из разрозненных людей, которые, один может генерировать идеи, но ничего организовать не может. Он вот, лев там, родился под созвездием льва, у него такой, а, все, нафиг, следующее, понимаете. его можно научить организовываться. Сначала можно группы формировать. Один генератор идей, другой организатор, третий там, творческую продукцию. Может, это как вот уже сложилось, как бы вот в жизни так уже получилось. Подобрали, вот коллективчик, пожалуйста, этот коллективчик, как единое целое, видите, с распределенными возможностями, с распределенными функциями, может создать результат, гарантированно, дающий развитие каждому из них. Видите, это событие, в котором есть и это, и это, и это, и это. Но надо научиться. Почему? Не надо оставлять, что один генерирует идеи, другой организовывает. Этому уже скучно, который организован. Он хочет научиться рисовать, понимаете. Потом лепить. Потом хочет еще чего-нибудь. А это уже цепочки конкретных действий совершенно. Хочешь научиться рисовать, бери и рисуй. Хочешь научиться рисовать, как гениальный художник, Пикассо, там, например, или Сезанн, или, ну, неважно. Вселяй в себя Сезанна и рисуй. Понимаете, как учатся, используя опыт другого, используя ценность его жизни, не теряя его жизнь. Он же в настоящем умеет лучше, чем умел, понимаете. А вы же не из прошлого его вселяете, а из будущего. Он еще лучше умеет. Ну, определитесь, откуда брать. На 3000 лет вперед или на 3000 лет. Чтобы вы не сильно отрывались от этого мира. Чтобы вы не были белой вороны. Чтобы вы были, ну, так, незаметно, сидели в уголке. И обеспечивали, чтобы мирный процесс сотворения мира шел с обучением сотворцов. и они, и каждый развивался, и маленькие группы развивались за счет того, что они там за руку держатся, например, и так, маквы друг другу. но это пара там, нормальное явление. но понимаете, вот люди часто не понимают. ты хочешь жить хорошо? Хочу. А как ты понимаешь хорошую жизнь? Вот, чтобы я делал, что хотел, а все бы я выполняли, что я скажу. Ну, разве это хорошо? Вот развитая система, развитая жизнь, развитая цивилизация, это когда один мало, очень слабо, практически не зависит от сети, от окружения. И сеть от него не зависит, она и без него будет неплохо жить. Но вот они легко вступают во взаимодействие, устанавливая проявленные связи. Вот этот кусочек сети резко набрал светимость, видите? Он проявляется как разумность. Почему? Надо здесь создать магнитный полюс. Силовые линии должны появиться в пространстве как геомагнитные линии. Почему? Надо перекрыть путь движения больной птицы в эту сторону. Она будет идти, ориентируясь на конопус и на полюс магнитный. Она будет в вилку идти. Передвигаем полюс, она будет идти вот туда. А там что? А там это не будет вирус. Движение создаст условия, которые... Это не значит, что птица сдохнет над морем и утонет. А ее съест рыба, а вы съедите рыбу и потом скажут, что это рыбий гриб. Надо создать систему мирного отношения с этим вирусом. Вы должны создать гипервирус, который переучит как эксперта тот вирус, чтобы он не атаковал биоклетку, не разрушал ее. Вот и все. А для этого надо время сформировать траекторию обучения, чтобы к берегам Крымского побережья, к берегам Кавказского побережья летели пеликаны и несли рыбу в клюве, потому что там в море рыбы уже нет. из Африки. Вы поймете, где начинаются все болячки, откуда идет человечество, где идет выброс новых форм жизни, как проявленных на земле. Тогда вы поймете, где искусственно-естественные ядерные реакторы, которые миллионы лет работают, давая свет. но вы поймете, где мутанты появляются и проявляются. А это в Африке. Природный атомный реактор распадный работает миллионы лет. Габония. Вы можете что хотеть, там какой-то геморрагическую лихорадку придумать, откуда взято один свет и другой свет конфликтуют в каком-то объекте и появляется вирус порождения двух нестыкующихся светов. Навязаны эти качества и вот эти. Они не стыкуются, у них щели. Все. Почему? Сначала световой вирус приходит, потом он материализует. Откуда мы это все знаем, что в Африке? Читайте сказки. Доктор Айболит, куда ехал? Где и кто болеет? Мартышки? Но чего тогда удивляйтесь? В Советском Союзе проводились работы, попытки скрестить мартышку с человеком. Даже сухумский питомник сделали для мартышков. в Африке сидел там выдающийся нас ученый и все там пытались их скрестить. Но больно мужики боялись. Потому что они были такие пригожие и хорошие по сравнению с теми женщинами, с которыми не до этого имели дело. Они боялись им сделать плохо. Вот так мартышки остались не мартыши хотели сделать каких-то универсальных солдат безмозглых роботов что скажет то и делать сильных выживающих железяки там вставляли людям могли усилить усилие усилить усилие представлять что так сгибают полтонны голову оторвал и красноармейцам вставляли железные штуковины с пружинами зарастали они там давили ну ужас какой что только вот нечистоплотные люди не придумают поэтому надо научиться быть чистоплотным понимаете чтобы чистый и плотный чтобы плотный был надо чтобы еда везде была набита чистой помыться надо все тогда настроение хорошее энергии много можно что придумать правильно а потом ты поймешь о благовоние на вонь сменилось нажрался дерьма пора чиститься так поэтому чтобы у нас было понимание что гармония это так вот верх вершинка потом не надо в яму потом ступенечка потом вершинка потом ступенечка чтобы под 45 градусов вот это гармоничная кривая шла чтобы не спускались с набранного результата надо понять что надо один мы один же а вот это гармоничная жизнь их двоих не поэтая симы а поэтой же а вместе чтобы она была гармонична вот что наука геометрии это делает есть возможность моделировать и модели дают возможность получить понимание увидеть процесс если вы научитесь моделировать значит вы научитесь переводить язык слов на язык геометрии тогда появится в вашей жизни магическая геометрия мира как он устроен как у него архитектура создана ну и вы будете понимать какие устойчивые конструкции надо делать чтобы мир потерял неустойчивость и приобрел устойчивость поэтому хотите увидеть что вы видели но не видели вот что вы видели на что вы смотрели но что вы не видели хотите посмотреть а почему вот вы не видели потому что у вас выдержки нет и вы ее менять не можете вы не умеете концентрировать выдержку как у фотоаппарата что вы не видели и вы можете и вы можете выдержать и выдержать и выдержать воде не видишь она же схлопывается за ним вот если бы он быстро ехал ты бы не увидел а ты не успеваешь ты медленно думаешь ты медленно обрабатываешь информацию ты медленный очень ты живешь во сне у тебя сон я а я сон те реальность такая что вот все время спать хочется вечно не выспавшись вот так же жить нельзя это же не жизнь а желание спать поэтому не напоминайте студента который очень так лихо пытается познакомить с девушкой говорит ой девушка но вы такая нудная вы такая скучная мне с вами все время спать хочется вот тут она встрепенется попытается доказать что она не такая правильно и не даст ему спать и тогда он сможет сам поспать спокойно как партизан который как будто уснул и делай чего хочешь давайте сейчас посмотрим сегодняшнее утреннее событие сенсационное по своим результатам фантастическое потому что удалось получить и посмотрим и увидим эту фантастику своими глазами чтобы достала очевидно видим как меняется образ тела у человек как можно поменять проявленность тела свете хотите потому что когда вы увидите это остановленное мгновение вот эта картинка вас и войдет а потом когда эти картинки начнут изменять вашу систему приема обработки информации и она изменится вот тогда вы начнете видеть это понимать это быстро текущие процессы во времени света время как проявляется как экзоплазма выделяется как из нее лепится с помощью ментального конструктора всякие конструкции воспоминания и так далее поэтому давайте сейчас сделаем ку-ку а после этого посмотрим ого-го благодарю Субтитры сделал DimaTorzok